всем добрый день сегодня у нас в гостях андрей петрович комиссаров это наш друг он известен как охотник охотник с большим опытом охотник не только с огнестрелом охотник с луком охотник с арбалетом также андрей является одним из ведущих стрелков спортсменов по 3d стрельбе из лука и и занимает должность вице-президента федерации лучного спорта россии и скорее всего он ответит на все вопросы которые сейчас возникли при принятии закона об охоте с луком в россии добрый день рад снова увидеться с моими коллегами и единомышленниками алексей я конечно постараюсь ответить на вопросы которые ты будешь задавать и которые интересует наше лучное сообщество как спортсмены так и охотников ну наверное какие-то вопросы накопились давайте попробуем вопрос первый андрей вот лук теперь признают как оружие точнее наверно уже признали что ты думаешь по этому поводу вот какое разделение как эти луки будут сюда поступать могут ли люди охотятся с этими луками начинающие люди те которые имеют опыт вот как ты думаешь да действительно такой закон вступил в силу он прошел трехчтение госдуму совет федерации также подтвердил его правомощности и 30 января он вступил в силу однако я бы советовал и начинающим и опытом охотником не торопиться с тем чтобы брать лук и арбалет и идти в охотчий угодья почему ну во первых существуют определенные госты эти госты до сегодняшнего момента касаемые метательного скажем оружия они не прошли до конца обсуждения это первое вторая вещь большинство охот угодья не готовы к тому чтобы пока принимать охотников с луком и арбалетом что касается моего личного мнения по поводу этого закона значит скажу так что до его обсуждения и принятия наверное за полгода я встречался с руководством росгвардии с людьми которые отвечают за лицензионную и разрешительную основу применения стрелкового оружия разговаривал с ними по поводу того какой фунтаж лука может относиться к понятию оружия правоприменительную практику и так далее и до рассмотрения этого закона в первом чтении по меньшей мере на пяти заседаниях в госдуме я присутствовал я присутствовал излагал свою точку зрения мировую точку зрения на эту проблему ну в частности секрета большого не открою что в мире есть две страны в которых лук признаются оружием это белоруссия ну и одна из латиноамериканских стран вот у других понятия лука как оружие отсутствует как класс мало того что отсутствует и момент покупки то есть не требуется никаких документов также отсутствует понятие применения лука как запрещенного устройства для охоты практически в любой стране во многих конечно странах действует запрет на охоту с луком но это уже связано с национальными особенностями так что эта тема она скажем мне близко она понятна мало того хочу сказать что в госдуме есть наши единомышленники которые успешно охотятся с луком ездят в том числе в дальние страны в африку и так далее и принципе все начинания до рассмотрения повторюсь в первом чтении закона все начинания сводились к тому чтобы лук исключить из понятия оружие и присвоить ему некий статус устройства добычи ну как как капканы например почему во первых за весь период существования как россии современной россии так и бывшего ссср применение лука как оружие не было зафиксировано в отличие кстати кстати от арбалета арбалетной темой касаться не буду но по меньшей мере два случаи применения арбалета как оружие были известны наши сотрудники выступали консультантами перед правоохранительными органами а лук но ни разу не было во первых это громоздкая достаточно вещь сила лука определяется и условия его применения определяются насколько человек подготовлен физически и натренирован и применять его как оружие ну наверное не то что наверное неправильно это мое личное мнение оно было подтверждено мировой практикой не более в трех течениях это законопроект прошел очень быстро сайт федерации утвердил и президент подписал при этом на мой взгляд существовала определенная спешка в госдоме есть правовое управление которое каждому чтению писала свои замечания эти замечания опубликованы их можно прочитать посмотреть к сожалению ни одной из замечаний не было учтено при принятии этого закона ну определенная спешка есть и сейчас юридические нюансы и практически практически применение этого закона она не очень понятно потому что не представители росгвардии не сами спортсмены не охотники не гостовики толком не понимают как же это может проходить и что это собой представляет андрей а вот меня интересует какой вопрос ведь чтобы принять закон нужно обоснование я смотрел заседание госдумы и не только я в умах многих обоснованием служило что в россию поедут охотники и повезут многомиллионные инвестиции но давайте посмотрим правде в глаза я посмотрел стоимость ну допустим оленя в сша и стоимость оленя в россии но это может касаться не только оленя может касаться там кабана или чего угодно у нас все стоит гораздо дороже я подчеркиваю в несколько порядков на какого иностранного охотника рассчитан этот закон кто поедет сюда учитывая вот эти все моменты и плюс второй вопрос у нас же запрещено проезжать через границу с оружием вот два таких моментами лично меня наводит на мысль что он к нам никто не поедет из охотников зарубежных откуда будут инвестиции в госдуме часто фигурировали определенные цифры сначала один из депутатов на совещании упоминал цифру что в россии заводится порядка пяти миллионов луков и это настолько массовое занятие что это скажем так проходит мимо казны значит последние на предпоследних совещаниях цифра уже снизилась 5 миллионов до несколько сот луков за не дай поправлю несколько сот тысяч несколько сот тысяч луков причем депутаты одни и те же это говорили якобы ссылаясь на данные таможенного комитета но здесь нужно понимать следующее что то ли немножко они лукавили то ли может быть данные таможенного комитета являлись скажем обобщенные почему официально зарегистрированное количество спортсменов федерации лучного спорта в россии порядка двадцати двух тысяч данные которые привозил таможенный комитет они могут включать данные кстати никто не показывал просто они были озвучены дело в том что в таможне детский лук он проходит под градацией лук вот и то что вводится спортмастер там декатлон там еще бог его знает там что то есть это тоже включалось понятие лук вот я предполагал и предполагаю что вот люди которые озвучили эти суммы и говорили что бюджет пополнится деньгами они брали самые топовые луки это достаточно дорогое зелье спортсмены их применяют естественно вот и наверное то иллюзорное количество они умножали на эту сумму получалось какие-то суммы приличные что касаемо понятия великой охотничьей державы и подтверждение этого статуса все это совершенно прав во-первых лицензии на всех зверей у нас стоит гораздо дороже значит нужно понимать что охота с луком это индивидуальные занятия значит а если вы собираетесь пойти охотиться допустим на лось с луком вы должны оплатить лицензию единолично данном случае лицензия на лося составляет примерно по стране 70 тысяч рублей вот почему обвинять существует охотничьи коллективы это дело в том что собирается порядка восьми десяти человек они эту сумму деле это на количество участников получается более менее скажем нормально что касаемо зарубежных охотников у меня большое сомнение что сюда поедут массовом порядке почему на кого у нас можно охотиться это из копытных лось кабан олень косуля я вам скажу так что зарубежный охотник поедет охотиться сюда если ему предоставить трофейные экземпляры медведи сюда трофейные экземпляры но к сожалению если он хочет стрельнуть трофейного медведя он поедет на аляску и в том числе трофейного лося то же самое у нас но есть два места это якутия где лося трофейного можно скажем стрельнуть и на камчатке медведя но к сожалению зверей трофейных там не очень осталось вот стрелять обычных зверей с учетом того что сюда они будут приезжать наверное не очень выгодно за исключением зверей которые или входят в понятие краснокнижных или очень редкие поэтому массового притока охотников не будет что касаемо понять оружие для иностранцев это будет конечно нонсенс определенный почему насколько я знаю сейчас разрабатывается и пытаются скажем в них внедрить некое понятие аренды оружия в россии когда иностранец будет приезжать и брать в аренду лук но поймите меня правильно если разрешат ему со своим луком езжать это будет конечно очень непонятная ситуация реально непонятная может определенной степени нарушения закона но я как скажем в том числе и охотник сколько я хочу достаточно давно например брать в аренду лук в другой стране которому я не привык из которого я наверное не очень комфортно стреляю наверное на такой бы риск и на такое неуважение к себе и к своему скажем там лук я бы не пошел что наверное будут делать и зарубежные охотники ну тут андрей я с тобой согласен тем более для меня прозвучала странно цифра от депутата что к нам поедут на 50 видов охотничьих такое ощущение что люди которые пытаются провести этот закон ну вообще в этом никак ну не будем о них перейдем к следующему вопросу вот лук стал как оружие а где его можно купить вот у нас в россии как оружие лук или арбалет закон утвержденный принят практика применения покупки луков и арбалетов она практически до сегодняшнего дня не существует законом определено что охотничий лук или охотничий арбалет можно купить после того как человек купит если он начинающий охотник после того как человек купит глоткоствольное оружие мне довольно-таки странно это слышать почему в этом я осматриваю определенный лоббизм структур который торгует просто оружием я до сих пор считаю что лук неправильно был отнесен к оружию по одной простой причине потому что если мы возьмем 60 фунтовый лук то в том числе растянуть и прицельно из него страну может достаточно ограниченное количество людей потому что мышцы совершенно другие действия 70 фунтовый лук это наверное ну там единицу могут там растягивать из него стрелять опять же прицельно то есть ты хочешь сказать что лук оружейного фунтажа в принципе не может эксплуатироваться новичком конечно конечно сейчас я честно говоря настолько был поражен и удивлен я слышал об этом есть один из скажем так называемых спортсменов и охотников который выносил и уже распространяет идею что он за три дня научит стрелять людей из лука даст какие-то сертификаты которые позволят им охотиться как в россии так за рубежом я вам скажу так что эти сертификаты они они ну во первых за это берется там 10 тысяч рублей за три дня никто вас не научит стрелять из лука совершенно точно в лучшую охоту можно прийти с регулярными тренировками в отличие от арбалета почему арбалет схож с оружием да действительно может поставить оптический прицел нормальный упор и в течение трех дней человек может стрелять касаемо так называемых сертификатов они не действительно нигде насколько я знаю это прибалты все это дело скажем выдумали в европе такие сертификаты не требуется в америке тем более а уж в африке совершенно точно и если охотники приезжают за нормальными трофеями частности в африке владельцы охоту угодий могут потребовать от них лишь одно поставить мишень и сказать покажи к нам как ты умеешь стрелять если они верят что человек подготовлен тогда его могут упустить какой-то противном случае скажет давай-ка счета потренируйся вот потому что и подранки не нужны и животное мучение определенные тоже не нужны вот такой вопрос андрей наверняка у кого-то на руках может оказаться по какому-то недоразумению блочный лук или блочный арбалет оружейного фунтажа или допустим рекурсивный арбалет но не суть метательное оружие с применением этого закона может ли этот человек обратиться ну купить сейф там для оружия большой получить справку участкового и пойти обратиться в росгвардию с просьбой поставить это на учет для охоты с луком или арбалет алексей настоящий момент этот вопрос не озвучен и нету понятия как это должно происходить я все таки ожидаю что в ближайшее время представители росгвардии поверь мне там достаточно здравых людей именно здравых людей которые понимают что какие-то вещи могут быть немножко или перегибом или чисто абсурдные я все-таки даже свое личное мнение говорить не буду по одной простой причине что давайте дождемся появления официальных бумаг и хочется надеяться что представители наших правоохранительных органов нормально к этому вопросу подойдут почему потому что есть особенность в том числе которая была правовым управлением госдумы в первом чтении отражена нету четкой градации между спортивным и охотничьим луком и она не отражена и поэтому алексей есть некий парадокс в который могут попасть спортсмены то есть как я понял сейчас лучше таким людям не торопиться обращаться в росгвардию конечно конечно самая проблема с принятием этого закона я заметил возникла в среде спортсменов ведь есть как ты выражаешься некий парадокс 60 фунтов лук у нас в законе строго прописано свыше 27 килограмм мы живем в россии у нас принято килограммы будет являться оружие 60 фунтов лук является 27 килограмм 220 грамм то есть это уже свыше спортсмены бьют тревогу они боятся что после того как сотрудники росгвардии в масс массово узнают что лук является оружием начнутся проверки начнутся перегибы так как спортсмены постоянно передвигаются по нашей стране ты сам знаешь что у нас в разных городах проводятся чемпионаты россии нас проводились и кубки мира у нас проводятся кубки россии очень много соревнований и вот это все передвижение спортсменов она может наткнуться на ряд недопонимания сотрудниками росгвардии это может закончить изъятием лука снятием спортсмена с какого-то соревнования которому он готовился там полгода вот как ты думаешь как это все будет развиваться на одном заседании в госдуме было достаточно подготовленное наверное скажем обсуждение порядка 40 человек присутствовало больше из них депутаты были гостовики были представители сообщества на нем присутствовали в том числе и я значит мне стоило честно говоря больших трудов доказать и показать что 60 фунтовый лук он не может считаться оружием для этого реально в общем-то я и мои коллеги готовились показали почему он не может относиться дело в том что все международные соревнования я хочу напомнить что лук является олимпийским видом спорта и и в отличие от некоторых видов он чистый от допинга то есть ни разу еще лучников скажем с вопросами применения допинга их скажем не привлекали откуда взялось понятие 60 фунтов исторически достаточно сложилось был период когда в нашей стране 40 фунтов луки начали признаваться но быстро пересмотрели откуда это взялось органы правопорядка обратились к одной из нашей известной лучницы она могла только 40 фунтовый лук растягивать она гадну 40 вот короткое время это простояла мировая практика говорит следующее значит разрешены луки 60 фунтовые опять же откуда это взялось взялось это как ни странно от производителей мишени они посчитали что 60 фунтовые луки не так быстро разбивают мишени поэтому сказали ну давайте будем применять 60 фунтовые если ты совершенно прав значит у нас в законе прописан 27 килограмм федерации но я лично пытались много раз доказать 27 килограмм это меньше чем 60 фунтов производитель выпускает луки 50 60 фунтов и любой спортсмен имеющий по международным критериям лук на 60 фунтов сейчас может теоретически рассматриваться как человек который владеет оружием почему потому что на 400 там сколько там граммов превышает фунтаж его лука вот отпускать наверное ослаблять лук не очень правильно вот это первая вещь вторая вещь чем обеспокоены спортсмены ныне разрабатываем гостом от федерации лучного спорта мы направили письмо которое касается стрел какие наконечники могут быть у спортсменов как они делятся как они могут применяться большие опасения алексей я хотел рассказать курьезный момент который приключился со мной три недели назад он действительно курьезные но это ставит под вопрос скажем существование в том числе лучного спорта как олимпийского вида я заказал для спорта для личных нужд некие вещи которые там совсем совсем кажется дешево стоить за рубежом но они необходимы ну каждый лучник знает что есть так называемые перья лопатки в данном случае я заказал лопатки пластиковые они клеятся на стрелы я заказал пусты веки но лучники люди которые стреляют из-за балета знают что есть хвостовики они подходят под определенные стрелы вот эти вот две вещи вот эти две вещи да мне пришлось очень долго оформлять через брокерскую компанию они пришли мне фидексом пришлось делать личный кабинет там фотографии паспорта многое что затребует документы с ланкастера что вот они такие такие пришли знаете чем закончилось закончилось тем что вот эти две вещи таможня категорически запретила оформлять потребовав от меня объяснение почему я ввожу в россию оружие но хорошо я допустим смогу вот эти вот комплектующие получить ну и фактически получил большинство спортсменов которые для своих личных нужд покупают вот такие вещи если они столкнутся ситуацией что они будут делать так андрей ну что поговорили мы о спортсменах давай теперь перейдем к охотникам я слышал что планируются поправки в новый закон об охоте с луком естественно так как приняли закон об охоте с луком соответственно и охота должна быть прописана в охотничьем законе но я слышал что в новых поправках есть ограничения что на арбалет например хотят запретить поставить ночник а вообще всю охоту с метательным оружием запретить в темное время суток то есть можно стрелять только днем зная наших животных наши объекты добычи я могу к такой охоте отнести только скажем лося на гону но о чем ты уже сказал что это индивидуальная охота она не очень выгодна и вообще ну на мой взгляд не не будет пользоваться спросом ну может быть косуля на гону вот как ты думаешь если смысл в этом если у нас основные объекты добычи вот как кабан допустим ну и вообще большинство животных все-таки выходит в темное время суток вот эти поправки они не поставят ли жирный крест на той охоте с луком которую как раз хотят у нас развить вот тут на мой взгляд противоречия если в этом смысл ну например возьмем арбалет наверное они все знают что большинстве штатов америки охота с арбалетом запрещена за исключением буквально нескольких до или инвалидов которые не могут самостоятельно скажем там осуществлять охоту немногие наверное знают что во многих штатах во многих штатах на крупнокоситых животных охота с механическими бродхедами то есть так называемые в народе раскрывашками она запрещена почему потому что считается что много подранков вот эти вот вещи они у нас к сожалению тоже пока не рассматривается и непонятно будут ли они рассматриваться это касаемо охоты потому что есть нюансы на кого будут охотиться правильно ты сказал что большинство крупных наших животных это сумерчные животные лось кабан косуля олень медведь они выходят сумерках выходят сумерках и днем нужно очень большое везение скажем иметь чтобы таких животных увидеть или охотиться на них поэтому запрет охоты без применения скажем специальных фонарей условно говоря там или подсветки но он может привести к тому что охота как таковая она не состоится в африке я знаю допустим охота запрещена после определенного времени суток иногда разрешена только в том случае если стилится специальное белое полотно на которые там какая-нибудь большая американская свинья может зайти и тогда охотник как правило с арбалетом он может стрелять высоко сумеречное и ночное время охота с луком и арбалетом без применения специальных устройств она будет неэффективно или не состоится андрей все понятно сейчас мы разговариваем о зачатках этого закона есть противоречия которую я надеюсь мы преодолеем но вот уже на данный момент в охоту годях общего пользования эти противоречия есть но есть вольеры и я слышал что вольерная охота сейчас разрешается вот что ты думаешь о применении вот этого закона о вольерах госдума приняла в трех чтениях закон охоте своего вольера я думаю что этот закон пройдет совет федерации будет также утвержден мое лично мое мнение следующее все зависит от охотника если существует большие вольеры вот и я бы сказал что там в определенном смысле полудикое нахождение животных на мой взгляд практика применения скажем охоты в этих угодьях достаточно скажем так интересно мы не допустим и большинству более-менее нормальных истинных охотников она не интересна те люди которые приехали пожить в гостинице и после этого что-то пострелять ну наверное им это доставит какое-то удовольствие но скажем не мне потому что немножко это напоминает охоту что называется короники сейчас наверное будут дорабатываться какие-то вопросы связанные с вольерной охотой они наверное совете федерации тоже как-то учтутся и минприроды значит я думаю что свои замечания и свои пожелания по поводу вольерной охоты охота тоже даст мое мнение двоякое большой вольер полудикое содержание где действительно нужно потрудиться чтобы добыть животное почему может быть и нет маленький где животные привычные не боятся человека подходит в любое время лично я ну я тут еще добавлю к твоему мнению свое если ты не против я против конечно маленьких вольеров где добыча животного не представляет соответственно труда как ты правильно сказал если примут закон об ограничении вольеров по площади о скажем так качестве вольеров потому что вольер большой площади может быть чистым полем а может быть серьезной пересеченкой где охотнику придется потрудиться почему я лично за вольеры потому что скорее всего в законе будут какие-то акты которые подразумевают то что те кто предоставляют охоту в вольерах они соответственно занимаются естественно разведением и так как эти люди будут выпускать ну на мой взгляд так должно быть выпускать часть животных в дикую среду среду обитания никто за них этого больше не сделает к сожалению это так поэтому я за разведение я за выпуск этих животных я за повышение популяции и на мой взгляд вот вот в таком варианте если будет закон то это только будет в плюс охотникам а нисколько не в минус как сказал правильно андрей оставим моральное как бы качество охотника в вольере охотнику и перейдем к следующему вопросу андрей как ты думаешь вот если человек приобретает лук или арбалет как оружие он же фактически владеет такой вещью как ружье или карабин он уже не может пойти в свой привычный тир и пострелять из этого то есть тренироваться держать себя в форме из этого лука допустим он не может пойти к себе на дачу или там отойти в лес пристрелять перед охотой сейчас если даже вот ты решишь пойти на охоту и тем до пристрелять но банально арбалет он приходит человек в тир начинает стрелять это не огнестрел где человеку не надо подходить к мишени то есть человек поставил пачку патронов пристрелял все собрал карабин ушел лучнику придется делить с этим человеком один и тот же тир ведь специализированных тиров для луков и арбалетов оружейного фунтажа у нас нет человек не уложится у нас же ты же сам знаешь у нас час примерно такого тира огнестрельного стоит примерно полторы тысячи рублей то есть человеку придется потратить минимум два то и три часа то есть получается что один такой поход перед охотой у человека сразу от ними четыре тысячи пятьсот рублей для нее это дорого не может ликовать недорого но я говорю об общей массе охотников вот это дорого как эта проблема будет решаться обсуждалась ли она в думе вот именно проблема места применения и пристрелки и тренировки метательного оружия такие вопросы думе априори не могли в том числе и обсуждаться кстати небольшая ремарка на стадии обсуждения первого второго третьего чтения в госдуме как ни странно представители федерации лучшего спорта не были приглашены и не были приглашены представители росгвардии вот это происходило очень быстро и скажем так неожиданно то есть мнение двух заинтересованных сторон никоим образом не были учтены что касаемо тиров и подготовки я многократно говорил и буду говорить что подготовка охотника я еще раз повторюсь что я не буду говорить про арбалет подготовка охотника для стрельбы из лука она должна происходить через спортивной секции почему потому что есть особенности стрельбы из лука не только физически есть определенные особенности прицеливания выпуска стрелы удержание лука есть много 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 вещей в том числе определен то есть как человек должен стоять какое на оборудование должен применять значит никто лучше профессиональных спортсменов у нас есть секции спортивные и федерация пытались лучшим спорта россии ним не сможет объяснить не сможет научить лук это постоянные тренировки это постоянное совершенствование доведение каких-то вещей до автоматизма поэтому я бы считал эти вещи у нас пока не прописаны и не расписаны я посчитал что для подготовки охотников каким-то образом нужно представителям росгвардии связаться с федерацией лучшего спорта и обсудить вопрос с тем чтобы профессиональные тренера и профессиональные спортсмены профессиональные я подчеркиваю да кто может нормально изложить теорию и практики практику стрельбы подключились к этому вопросу где могут тренироваться я бы честно говоря тирах в которых тренируются спортсмены может быть но это опять вот ответ что называется просто экспромта может быть выделил бы пару так называемых дорожек для усилил бы щиты и ущелья усилил бы там маты может быть поставил бы фигуры зверей вот для того чтобы люди тренировались к слову сказать федерации лучшего спорта россии есть направление так называемая 3d стрельба 3d стрельба из лука что это такое это мировая практика проводится чемпионаты мира чемпионаты европы межреспубликанские чемпионат россии кубок россии проводится когда люди занимаются видом спорта максимально приближенного к охоте есть резиновые назовем их резиновые животные выполнены формате 3d поэтому называется так вид спорта направление вот и они пытаются из лука вот поразить эти мишени есть зоны которые начисляются очки поэтому я считаю что если начинающие охотники и охотники со стажем в том числе будут участвовать таких соревнованиях они приобретут бесценный опыт потому что соревнования проводятся на пересеченной местности условиях максимально приближены к охоте и повторюсь это международная практика чемпионаты мира последний собрал порядка 40 стран то есть данные направления стрельба из лука очень популярна во всем мире поэтому я считаю что только через порт можно прийти к понятию профессионального охотника противном случае можно обречь животных некие мучительные вещи 3d это великолепная практика как сказал андрей подготовки охотника именно к охоте с луком к охоте с арбалетом тоже потому что возможность быстро читать дистанцию возможность знания вот этого анатомии животного возможность стрелять человека из самых необычных положений под самыми разными углами это очень хорошая практика единственное что я бы хотел предупредить что на соревнования не будут допускаться люди которые владеют луками оружейного фунтажа потому что все таки это соревнование они охота поэтому если вы хотите участвовать в этих соревнованиях вам надо либо иметь лук который способен стрелять 60 фунтов допустим соревнования ну как 27 килограмм и не является оружием и более для охоты либо иметь два лука чтобы участвовать соревнованиях приобретать этот бесценный опыт и соответственно идти на охоту уже с другой модели алексей извини что прерываю тебя я бы честно говоря нашел выход из этой ситуации следующий российский сафари клуб я думаю что наверное на базе сафари клуба создадут наверное подразделение которое будет заниматься подготовкой лучных охотников ну какое-то сообщество будет то есть а горишь уже а не просто какой-то левой организации а именно то есть я говорю об общественной организации которые скажем объединяет известных охотников я бы посоветовал обратиться федерацию 3d стрельбы из лука и они могли бы проводить для охотников с их уже фунтажными луками с охотничьими луками определенные может быть соревнования только для охотников фигуры животных волк медведь олень кабан практически все присутствуют ради бога то есть сафари клуб может обращаться федерацию 3d стрельбы из лука с просьбой и договариваться о том чтобы была подготовка именно реальная подготовка охотник на базе тех мишеней и на базе тех трасс которые уже существуют я считаю что это был бы нормальный выход не обязательно там человеку скажем но при этом все меры соблюдения скажем техники безопасности согласования трасс и все остальное они должны существовать но это уже берет на себя сафари мог бы взять на себя сафари клуб подразделение которое занимается скажем объединит вернее своих рядах действительно любителей охоты с луком с арбалетом мне кажется это было бы неплохо очень интересная мысль я уже даже все представляют два класса лук мощный и мощный арбалет ну кто не тянет мощный лук вот туда могут допускаться и с менее мощными но соответственно требования будут более высокие на этом соревнования конечно это и своеобразный уже клуб по интересам то есть он будет объединять охотников с лука со всех регионов нашей скажем страны они будут делиться по меньшей мере своим опытом говорить о том что эффективно что нет то есть это я считаю что правильно андрей спасибо тебе на данный момент я думаю мы затронули все аспекты если конечно что-то мы пропустили ну напишите в комментариях мы обязательно это учтем и если вам понравилось мы конечно с андреем будем встречаться еще много и много раз покуда вся эта система законами будет вводиться в жизнь в эксплуатацию так сказать андрей ну и в принципе что ты хочешь пожелать какие твои рекомендации вот на данном этапе принятия закона с луком что ты можешь пожелать нашим зрителям уважаемые коллеги и уважаемые сотрудники правоохранительных органов уважаемые сотрудники лиционно-разрешительной системы гостовики очень бы хотелось чтобы здравый смысл они перегибы востребовали в обсуждении практики применения данного закона относитесь с уважением и толерантно к спортсменам начинающим охотникам все остальное лучшие сообщества должно тоже прекрасно понимать если закон принят исполнение его по меньшей мере необходимо я думаю что все таки острые углы они будут сглажены мы найдем те ответы и нормальное понимание как и должно происходить хотелось бы надеяться спасибо тебе андрей да не за что всего доброго и вам до новых встреч